Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня мы с вами поговорим про японские кухонные ножи Мкаста. Конкретно мы будем говорить про серию Proflame. Полное название линейки – Мкаста Zanmai Classic Proflame. Сталь на клинках и G10 в обкладках из нержавеющего дамаска. На первый взгляд Proflame – это классическое современное японское решение. Тонкий клинок, твердая сталь, бочкообразная рукоять. По факту же, у серии всего один более-менее подходящий конкурент, и то с натяжкой. Компания Мкаста – это японский производитель ножей, и по сути Мкаста – это группа компаний. Есть подразделения, выпускающие складные ножи, есть направление маникюрного инструмента, ножниц, ну и подобной продукции. И, как в нашем случае, подразделения, отвечающие за кухонные ножи – Мкаста Zanmai. Такой охват производства режущего инструмента нам уже знаком по корпорации Kai. Мкаста, разумеется, несколько меньше, Kai – это транснациональная компания. Но меж тем, Мкаста также работает практически по всему спектру режущего инструмента. Мы с вами уже знакомы как со складными ножами Мкаста, так и с продукцией Мкаста Zanmai. На канале был обзор кухонных ножей Forest этого производителя. На серии Forest применяется сталь AUS-8, на серии Proflame – сталь VG-10. И такое разделение стали и серии зачастую вводит людей в заблуждение. Суть ошибки вот в чем. Серия Forest – это AUS-8, Classic Proflame – VG-10. И серия Revolution, например, из PG-2. И как бы получаются варианты – эконом, стандарт и премиум. На деле же, стандарт – это именно сталь AUS-8. И если мы с вами внимательно посмотрим на составы стали, очевидно, AUS-8 проще и VG-10, и тем более с PG-2. Меж тем, в реальности AUS-8 – это хорошая производительная сталь. Мы с вами ее тестировали как раз на серии Forest. И не забывайте, AUS-8 тайваньского производства и AUS-8 японской прожарки. Ну, это, скажем так, разные стали. По тестам это все прекрасно видно. На мой взгляд, у МКасты не очень подходящее название для серии – Classic Proflame. Речь именно про слово «классик». Классическое для нас обычно и есть что называется «стандартное». Куда вернее название основного конкурентам Касты. Шун-премьер четко и точно обозначает положение таких ножей. Это и есть японский кухонный премиальный уровень. Серия Аранами или Revolution, МКасты, серия Нагар или Ингетсу компании Кай – это все японский топ-уровень. Но Classic Proflame или Premier – это именно серийные премиальные японские ножи. Почему я вообще делаю такой акцент на позиционировании? Зачастую люди думают, что ножи Proflame или тот же самый Шун-премьер – это такая средняя японская производительность. И вот если хочется прям, чтобы здорово было, надо смотреть выше. Это правда лишь отчасти. Но действительно, SPG2, MC63, MC66 и DP189 – это все ультимативные стали. Это факт. Но называть производительность Proflame, Premier, вот называть такую производительность средненькой может только очень искушенный пользователь. И 99% людей этой производительности будет выше головы. Classic Proflame – это насыщенная серия кухонных ножей. В каталоге 17 моделей. Упор серии, ожидаемо для МКасты, идет в инструменты для нарезки. Я понимаю, что это звучит очевидно, но тем не менее, шеф-ножи, слайсеры, универсалы на кире – вот это все подавляющая часть каталога. При этом в каталоге есть и обвалочные ножи, и овощные, ну естественно хлебный нож. Classic Proflame – это привычные для Японии как материалы, так и конструктив и массогабаритные характеристики. Клинок из стали VG10 на твердости в 61 плюс единицу по шкале Роквилла. Сердечник из VG10 в обкладках из нержавеющего дамаска. Шеф-ножи в линейке могут выпускаться в трех размерах – 18, 21 и 24 см по длине клинка. Гейт из длиной клинка 210 мм весит 182 грамма. Толщина клинка в самом толстом месте – 1,9 мм. Ширина клинка по пятке – 46 мм. Размерность Classic Proflame несколько отличается от ножей Кайли, Мияби, но в целом все массогабаритные характеристики привычны. Больстер на серии Пайаный, рукой Тиспоковуда на трех пинах, также присутствует металлический тыльник. Конструктивно пятка шеф-ножа открытая. Тест овощного ножа серии Classic Proflame прошел нормально и ожидаемо, но без нюансов не обошлось. Тесты на канате я делаю давно – сформирована большая выборка из очень разных ножей. Это сравнительный тест. То есть мы с вами не пытаемся понять, много или мало отрезал нож, и хорошо это или плохо – нет. Все ножи имеют один угол заточки, затачиваются по одним принципам и режут один и тот же канат на идентичные подложки. Ну, то есть по итогу мы сравниваем ножи друг с другом. Таблица результатов, подробное изложение методики тестов – все это есть в описании к видео. Результаты теста овощного ножа Мкаста перед вами, и у нас тот случай, когда цифры не совсем показательны. Японский нож отработал, как и положено японскому ножу. На мой взгляд, результаты в лоб хорошие, но здесь как раз тот случай, когда железка может больше. Важно заметить – заточка велась на суперабразивах. И используя более подходящие в данном случае абразивы, ну, например, из оксида алюминия, наверное, результат был бы интереснее. Но, как говорится, была бы у бабушки трубка, свисток и еще кое-что, то была бы не бабушка, а дедушка, а так имеем, что имеем. Почему результаты могли бы быть и выше? Все дело в эргономике. Эргономику на канатном тесте можно характеризовать как нормальную. Серьезных проблем при тесте не было, но рукоять не крупная, и потому сложно полноценно работать ножом на силу. Если сравнивать с прошлыми тестами, то эргономикам касты уступят и Мияби Артизан, и Шун Премьер. Я напомню, и у Мияби, и у Шун крупная бочкообразная рукоять. На канатных тестах крупная бочка уверенно завоевывает очки. Но не стоит забывать – у овощного ножа в реальной эксплуатации отсутствует силовая работа, ну, практически отсутствует. А вот потребность работать разными хватами и вообще манипулировать ножом по-всякому – вот такая потребность есть. Далеко не всегда крупная рукоять будет удобнее именно в быту, на овощных ножах скорее наоборот. Подводить итоги по серии Classic Pro Flame стоит, начав с важного нюанса. Обычно звучит фраза – заточка не доставила никаких проблем, ну или же заточка прошла ожидаемо, ну и так далее. Иногда я это разворачиваю и добавляю, что вообще заточка японской кухни, ну имеется в виду, конечно, западно ориентированная японская кухня. Так вот заточка подобной кухни – она легка и приятна. При хорошем оборудовании даже новичок получит результат быстро и результат очень и очень приличный. С МКастой все в принципе так, но есть нюанс. Видите ли? Обычно японская кухня – это ножи с тонкой геометрией – от 1,8 до 2 мм в обухе. Так бывает не всегда, но чаще вот именно так. И японские кухонные ножи – это ножи с тонким сведением, тонким относительно недорогой европейской кухни. Во многом за счет такого фундамента, за счет такой геометрии японские ножи и завоевали свое место под солнцем. МКаста сведена ультра-тонко. МКаста сведена тонко по сравнению с привычной Японией. Вы можете сами оценить толщину подвода на шеф-ноже. МКаста Classic Pro Flame – это очень тонкое сведение. Замерять такое сведение – не самая простая задача, но определенно мы можем говорить про величины в две десятые миллиметра и меньше. Помимо прочего, МКаста – это сталь, если точнее высокие режимы термообработки. Вообще, МКаста создала свою репутацию именно через сталь. В итоге, если мы все соединим, то получим буквально следующее – для энтузиаста, для аккуратного заточника, тем более для опытного специалиста или для профессионала, МКаста – это, по сути, эталон простоты заточки. Объем снимаемого в металла минимальный, стартовый номер абразива высокий, заусенец практически не требует внимания, очень небольшое время на заточку. А вот новичок может накопать ям, как в прямом, так и в переносном смысле. В МКасте очень много отдано в угоду резу, это нужно брать в расчет. Как вы поняли, фактически я сравниваю серию Classic Pro Flame с ножами Шум Премьер. И рекомендации я буду давать именно вокруг этого сравнения. На мой взгляд, МКаста сделала довольно уникальную серию, где японский, подход к резу соединили практически с европейской рукояткой. Речь, конечно же, идет о переносе идеи размерности рукояти. Рукоятка МКаста гораздо менее казуальная, нежели рукоять ножей Шум. Обе серии – это очень хорошие японские ножи и вряд ли кто-либо разочаруется производительностью и вообще работой, что серии Премьер, что Classic Pro Flame. Шум удобен более, ну, знаете, среднестатистически, что ли. Форма ножей Шум сделана с немалой оглядкой на общее ощущение удобства. МКаста напротив, если можно так сказать, заточена под нарезку. МКаста, на мой взгляд, будет острее и будет более агрессивно в резе по умолчанию. Шум, в свою очередь, терпимее к условиям эксплуатации. Поймите правильно, вот когда сравниваешь Японию и Европу, то, в общем-то, все понятно и просто. Одно удобное во всех смыслах, а второе острое и режет долго. А вот когда сравниваешь две очень мощные японские серии, то вот найти прямо серьезную разницу будет непросто. Я очень рекомендую вам добраться до магазина и подержать обе серии в руках. Вот такой, друзья, материал МКаста Classic Pro Flame. Приятно делать обзор на японский кухонный стандарт во многих смыслах этого слова. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотр и, как обычно, если материал понравился, лайк, подписка, колокольчик. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok